Всем привет! С вами Либерли! Это видео будет уроком по основам теней, света и бликов. И как я рисую арт Spring Traction'а вы сможете понаблюдать по ссылке в описании. Оно полностью без вырезок под музыку. Меня уже несколько раз просили рисовать под заказ. Я решила, что буду делать это, но, конечно же, платно, в зависимости от того, какая сложность его работа. Но я решила начать с маленьких цен. Например, арт в таком стиле будет стоить 50 рублей. Давайте тогда сразу дадим ему название, чтобы вы могли точно сразу мне сказать, какой арт вам требуется. Пусть название такого арта будет каляка, поскольку эти дымки выглядят как каляки. Арт такого типа будет стоить 50 рублей по плечи. И стоп полностью, поскольку тело мне все еще плохо дается. Я просто запарюсь его рисовать. Этот стиль будет называться милашный, поскольку в этом стиле все будут выглядеть мимимишно. Арт, подобному тому, который вы сейчас наблюдаете, как я рисую, будет стоить 50 рублей. Рисую в таком стиле исключительно аниматроников и по плечи. Давайте назовем этот стиль спрингтрапщиной в честь арта. Заказы вы мне сможете отправлять либо в Twitter, либо в ВК. А теперь давайте начнем говорить о том, как был создан эскиз для моего арта спрингтрапщина. Ну, ни для кого не секрет, что я учусь на дизайнера. Так вот, мне было скучно на уроках анатомии. Я решила замутить спрингтрапа. И не думайте, что мое неумение рисовать тело как-то связано с этим. И вот, как вы видите, я рисую на основе этого эскиза. Тут просто берешь, фотографируешь, заливаешь все это в Photoshop и под ней уже рисуешь. Это самый легкий вариант для начинающего художника. Так вот, и сейчас я проведу небольшой урок. Начнем, пожалуй, с простого. Тени. Чем ближе тень, тем она темнее, а со светом наоборот. Чем она дальше тем темнее. Это действует на всем. Вот вам вот такой вот пример уходящей плоскости. Но я хочу показать вам, как будут ложиться тени на две пересекающихся плоскости. Они у нас будут в тени, поэтому заливаем вот такую вот фигуру одним серым цветом. Но здесь нужно учитывать, что одна должна быть темнее другой. Давайте плоскость номер один будет самая темная, а плоскость номер два будет светлее. И теперь мы начинаем накладывать тени. Заметьте, что первая плоскость заливается полностью, а вторая частично. Следующий слой на первой плоскости уже начинается покрываться частями, как второй. Итак, продолжаем. Также если светит холодный свет, то тени должны быть теплыми. И наоборот. Как вы видите, на моем арте присутствуют два вида света. Отчего тени на нем смешались. В первый раз я рисовала черные тени, и они у меня получились грязные. В случае белого света тень черная, которую вы как раз и наблюдаете. Это самая простая светлая тень для начинающего художника. Хотите начать рисовать? Рисуйте с белым светом черной тенью. Блики, например, всегда по ребрам объекта. Либо на самом выпирающем месте. В моем случае блики на частях эндоскелета спрингтрапа, что во рту и по краям челюстей. Но и всегда знаете, что края конусов всегда темнее среднего цвета объекта. Матовые поверхности не имеют бликов. Но чем отполированнее поверхность, тем более ярко выражены на ней блики. Также абсолютно все жидкие вещества имеют блики, а также когда поверхность влажная. Глаза по сути тоже просто рисовать. Верхняя часть всегда темнее нижней, потому что всегда находится в тени из-за века. Но вспомните, что я говорила про конус, и посмотрите, что я делаю с глазом. Зрачок тоже темный, поскольку он по сути своей дырка в глазу, и он поглощает свет. Но опять же, если у объекта светятся глаза, то зрачок является самым ярким глазом. В моем случае я решила, что глаза спрингтрапа не будут светиться. Также глаза обязательно должны отражать свет, поскольку они влажные. Но я думаю, это знал каждый. Также хочу сказать, что я рисую мышкой. Поскольку у многих возникает вопрос, если вы хотите помочь мне собрать на графический планшет, то, пожалуйста, я не против. Я знаю, что видео небольшое, но оно было познавательным для юных художников и других моих подписчиков, которые хотят познать основы рисования. Следующие же мои видео с рисунками будут куда длиннее, поскольку я буду снимать себя. Ну а так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Твиттер. Люблю вас, пока!